Всем привет! Хотел рассказать о своем способе заправки вот таких вот таких вот картриджей Киа Сера с разными цифрами бывают они но вот такого плана выглядит в основном вот как у нас заправляют картриджи так же и в фирмах отколупывают вот эту вот крышечку она посажена на горячую то есть она так немножко выламывается скажем так засыпают сюда порцию тонера ставят ее обратно эту крышку но чаще всего она не ставится нормально и запаивают даже иногда бывает пистолетом либо вообще даже скотчем залепляют пистолет имею ввиду таким вот клеевым вот но сейчас время тяжелое заправка картриджа одного вот такого фирмы выходит около 900-800 рублей а за 1000 можно купить вот такую 900 граммовую банку тонера и заправить мне ее хватает вот три картриджа примерно как я заправляю картриджи да я сейчас без штатива мне немножко неудобно будет показывать в общем сейчас перефокусирую немножко камеру и покажу первоначально у нас скажем так картридж выглядит вот так здесь вот закрыта задвижка но повернув вот здесь вот отверточкой мы ее открываем я изготовил с листа журнала вот такой вот кулечек вставляем его туда трясем хорошо тонер и потом засыпаем в эту вороночку в общем вот так вот если хорошо мы тонер потрясем он буквально практически сам весь туда и уходит несмотря на маленькое отверстие в кульке в общем заправляется все таким способом легко и просто и достаточно мало грязи получается но немножко присутствует засыпать советую небольшими порциями и перед каждой порцией трясти хорошо бутылку чтобы тон хорошо перемешался размешался был такой воздушный скажем так и он спокойненько тогда туда залетает картридж битком не надо засыпать тонер должен там свободно плескаться иначе при большой засыпке тонера можно сломать в картридже мешалку вот после того как тонер мы засыпали обратно закрываем встряхнули тряпочкой протерли все картридж готов к дальнейшему использованию вот такой вот несложный момент в общем в заправке картриджей сейчас попробую показать вам как это делается и так здесь вот кстати можно покрутить шестереночку и тогда вот там вот внутри такая типа мешалки может встать более удобное нам положение и как бы приоткроет канал побольше так сейчас вот в таком положении здесь отверстие получается больше вставляем кулечек берем наш тонер хорошенько его встряхиваем можно вот так вот заткнуть отверстие горловину рукой и хорошенько трясем вот я чувствую внизу тонер вообще не шевелится спрессовался конкретно и просто засыпаем вовнутрь небольшими порциями тонер очень такой текучий и буквально вот он туда утекает вот сколько я сыпал все ушло вовнутрь можно еще насыпать все тоже ушло снова трясем и снова засыпаем в общем ребята такими нехитрыми манипуляциями можно спокойно заправить картридж еще раз повторю почему я так заправляю потому что после выковыривания этих пробочек они выламываются и тонер потом просыпается и пачкает все вокруг в том числе и принтер да рекомендую постелить клееночку или газетки чтобы если у вас тонер просыпется он по-любому просыпается все вокруг не изгадь мой способ заправки конечно не очень удобен такой достаточно длительный конечно проще выколопать эту затычку засыпать туда и запаять мне вот так вот уже как-то стало удобней просто не знаю уже привык и принтер после меньше пачкается ничего отсюда не сыпется не просыпается в общем поэтому я заправляю таким способом не хочу никого агитировать на этот способ просто вот с вами делюсь таким вот методом ну все всем спасибо всем пока до новых встреч а мне еще целую коробку их надо заправить